Мы продолжим. Сегодня молодежное служение, еще молодежи не совсем много, но я думаю, они смогут, если что, посмотреть. Честно говоря, я вот сейчас на посте мы были в Рентоне, и там тоже был один вечер, проводили как молодежь, молодежное служение. Мы делились словом. Вы знаете, я думаю, что особенно для молодежи в это время молодежь столкнется с тем, с чем мы не столкнулись еще. И уже они сталкиваются с такими переживаниями, с такими искушениями, что мы, я считаю себя молодежью, мне уже 40 лет, но с тем, с чем сталкивались мы в мою юность и в мою молодость, даже 15 каких-то лет назад, то у нас такого не было, того, с чем сталкиваются сейчас молодежь в нынешнее время. Но как бы там ни было, дорогая церковь, Слово Божие говорит, будет преумножение беззакония, но благодати всегда будет больше, чем беззаконие. Правда? Христос уже одержал победу над всяким злом, над всяким грехом, над всяким разного проявления замыслов дьявола. И написано, что Бог ничего не делает, прежде чем не открывает рабам своим пророкам. Бог всегда дает нам способность торжествовать во Христе Иисусе. И для молодежи, я думаю, особенно сегодня дьявол, он сильно бьет по молодежи, для молодежи особенно сегодня нужно бодрствовать, особенно нужно посвящать себя для Господа, особенно. Вот так, как, наверное, так, как и мы себя не посвящали, им надо себя посвящать. Поэтому пусть Бог благосовет, мы будем молиться, мы будем благословлять молодежь, мы будем просить, чтобы сам Бог произвел в молодежи желание и хотение и действие по своему изволению. Я хотел бы таким с вами уроком поделиться из школы, которую мы с вами проводим на этой неделе, называется «Цена пробуждения». Вот цена, правда, мы сегодня стоим перед той ценой, и как вчера, по-моему, если я не ошибаюсь, пастором он делился словом, и он проповедовал, он говорил такую мысль из книги «Откровения». Сам Христос говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, глазной мазью помазать глаза и одежду. И, вы знаете, сам Господь, Он говорит, я советую тебе купить у меня. Поэтому цена, которую мы должны платить, она сегодня немалая. Но, тем не менее, Бог нам всегда дает на это свою благодать. И урок, который я хотел бы поделиться с вами, он называется «Цена пробуждения». Это у нас тема, сейчас я найду эту тему, это у нас тема «Пути к силе». «Пути к силе» и в этой теме у нас есть, сейчас, я извиняюсь, эта тема у нас «Пробуждение». «Пробуждение» и урок называется «Цена пробуждения». Тема «Пробуждение» и урок «Цена пробуждения». Мы будем на этом уроке с вами говорить о пробуждении. И на предыдущем уроке в пробуждении мы говорили о движущей силе молитвы. И я на том уроке говорил о шести принципах, которые обязательно обеспечивают вам встречу со Христом. И на этом уроке мы будем говорить о цене пробуждения, с которой мы сегодня столкнемся с вами в это последнее время. Мы прочитаем из 9 главы Луки, я извиняюсь, давайте мы, я так заговорился, мы помолимся, попросим Божьего благословения, встанем на наши ноги. Боже, мы благодарны Тебе, великий Бог, за милость Твою, благодарны Тебе за эту прекрасную возможность собираться все эти дни вместе, стоять пред Твоим святым лицом. Господи, мы очень сильно нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся, чтобы Ты говорил в наши сердца Духом Твоим святым. В это особенно в последнее время. Великий Бог, благослови нас, как церковь Твою, благослови молодежь Твою, чтобы молодежь Твоя, она была способна полагать себя на алтарь, чтобы молодежь сегодняшнего времени в церкви, она была способна посвятить себя так, как никогда Господь. Во имя Иисуса Христа, благослови в этом, Отец, благослови, производи работу Духом Твоим святым с каждым сердцем, влеки каждое молодое сердце к себе, да будут они охвачены Тобою, Господь, во имя Иисуса Христа. И то, к чему Ты их призываешь, Господи, дай им благодать это исполнить пред Твоим престолом. И да будет Тебе за все слава наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы прочитаем Луки 9 глава с 13 по 17 стих. «Но Он сказал им, вы дайте им есть». Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб, разве нам пойти купить пищи для всех сих людей, ибо их было около пяти тысяч человек. «Но Он сказал ученикам Своим, рассадите их рядами по пятидесяти, и сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу». И написано, и ели, и насытились все, и осталось у них кусков, набранных двенадцать коробов. Также мы прочитаем Матфея 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми кресло и следуй за Мною». Матфея 16 глава, 24 стих. Также мы прочитаем еще одно местописание. Это послание Галатам, 2 глава, 20 стих. И тут апостол Павел говорит такие слова. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам, 2 глава, 20 стих. «Отверни себя, возьми свой крест и следуй за Иисусом». Это сегодня слово, которое звучит от самого Господа. «Отреться от себя» – это означает исполнить волю Божию, быть сосредоточенным на воле Божией и стараться ни в чем не угождать себе, если мы действительно с вами хотим исполнить волю Божию. Взять крест – это означает тебе конец, твоим желаниям, твоим целям. И я хочу еще раз сказать, во времена Римской империи, когда на человека взваливали крест, знаете, что это означало? Это означало, что тем самым он говорил своим родным и близким – прощайте. Он больше не возвращался домой. Вы можете и попробуете отвергнуть себя, но если вы не будете брать крест, мы вчера говорили о пути креста, это единственное, что принесет невозвращение вот этого плотского «я», что произведет смерть внутри нас. И только действие креста произведет. И вот отсюда будет произрастать жизнь Божия, которая будет исцелять, которая будет подымать, которая будет прославлять Господа. И взять свой крест – это означает отречься от себя и следовать за Христом. Это просто отвернуться от всего, что противоречит Его воле, и направить свой взор на Христа. Писание говорит нам с вами – приблизьтесь ко мне, говорит Господь, и я приближусь к вам. Нас со Христом, тебя и меня разделяют, послушайте, не километры. Знаете, как мы можем приблизиться ко Христу? Слово Божие говорит – беззаконие и грехи отделили вас от меня, говорит Господь. Возьми в своей жизни, начни отделять все, что разделяете со Христом. И таким образом ты приблизишься ко Христу. Вы можете молиться перед лицом Божиим, вы можете молиться хоть до потери сознания, но если в вашей жизни остаются те вещи, которые не угодно в лице Божьем, и если ты не уберешь то, на что тебе Бог показывает, то бесполезны всякие молитвы. Бог не призвал нас с вами делать что-то возможное. Мы с вами один урок пропустили в теме «Крест», у кого есть книг, прочитайте, там есть «Жить невозможным». И там он говорил эту мысль, что мы призваны с вами к невозможному. То, что мы не способны сделать, но невозможно – это то, что исполняется по ту сторону Креста. Это воскресение, и только эта жизнь она способна сделать то, что хочет Бог. И тогда мы сможем в своем сердце сказать, не воинством, не силой, но Духом Твоим. И когда Бог позволяет через Крест принести смерть для всего, что мы с вами есть, и если мы не желаем и отворачиваемся от этого, тогда нам лучше продолжать совершать свои религиозные программы, которые мы ставим перед собой. Но как долго ты сохраняешь оговорки свои с Богом, не может быть никакого истинного пробуждения в твоем сердце. Или в церкви, в которой ты поставлен, или перед людьми, которыми ты служил, должна произойти смерть внутри тебя. В течение нескольких тысяч лет Иисус, вернее, две тысячи лет назад, в течение тридцати лет, Он шел этим путем Креста, и Он умирал для всего, что Он был. Он говорит, я не ищу своего. И вот как раз смерть – это было личным Его выбором. Он сам выбрал идти таким путем. «О воскресенье Он оставил на усмотрение Бога». Я могу, послушайте, духом, производить умерщвление себя самого, но воскресенье – это на усмотрение Бога. И если в нас будет действовать смерть, будет действовать и воскресенье. Вы знаете, я однажды понял, насколько важно нам с вами брать Крест, потому что вот одну такую мысль пережил в своем сердце, почему важно все проводить через Крест в своей жизни. Вот как это практически? Мы много говорим «Крест», да, «Крест», там, надо все через Крест, там, должен действовать Крест. Вот как это практически происходит в нашей жизни? Вы знаете, вот можно даже сказать просто, вот пришло какое-то вот желание сделать там вот это, или, допустим, какие-то побуждения. Но когда ты внутри себя останавливаешься, ты предаешь и говоришь «Господи, да будет твоя воля, но я не буду искать своего». Вы знаете, Крест – единственное, что неспособ... Вернее, по-другому скажу мысль. Все, что неспособно воскреснуть, не имеет ценности и не имеет жизни. Единственное, что неспособно умереть, это то, что воскреснет. Вот если бы Христос не воскрес, была бы ценность. Но не было бы, правда. Но то, что Он воскрес, но смерть, единственное, что смерть не может уничтожить, это то, что способно воскреснуть. И вот там очень важно позволять Кресту производить смерть в нас. И вот эта смерть, она как раз будет производить внутри нас вот это Божье отделение. То, чему должно умереть, оно должно умереть. Единственное, что смерть, она как будто вот внутри нас отделяет и оставляет то Божье, что неспособно умереть, и что есть вечно, и что есть ценность в глазах Божьих. Поэтому, и по этой причине очень важно, чтобы Крест, он действовал. И апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. Другими словами, он говорит, я мертвый, я каждый день умираю для себя, для своих целей, для своих желаний. Я стараюсь идти этим путем. И поэтому, и он сказал это заявление, для меня жизнь, это Христос, это высказывание мертвеца, мертвого человека. И жизнь не только, она вышла из него, она еще по сегодняшний день, она свидетельствует нам с вами. И по сегодняшний день она еще приносит плод. Аллилуйя! Он был мертвым человеком для себя, но через него жил сам Бог. Он говорит, я сораспялся Христу, я умер со Христом. Такими желает Бог сделать каждого из нас. Он говорит, хоть я умираю, но я живу, уже не я живу, но другой живет во мне и через меня. Он живет своими целями, своими желаниями. Но я предал свое тело ему, я предал все, что я есть другому. И я не имею, говорит апостол Павел, другими словами, своей собственной волей, сам Христос живет во мне. И я скажу вам, вот это пробуждение, к которому мы должны с вами стремиться. Люди сегодня бегают на одну конференцию, на другую, на третью. Они хотят, чтобы кто-то помолился, эта жизнь, а она пробудилась в них. Но пока месь крест не будет действовать в нас, жизнь она не будет. Этот мальчик, который мы прочитали, он отдал все, что у него было. Он отдал этот хлеб, он отдал эту рыбу, он отдал все. Мы говорим с вами на этом уроке о цене пробуждения. Мы хотим, чтобы было пробуждение сегодня среди народа Божьего. Эта история, послушайте, в Библии, она не для того, чтобы показать щедрость этого мальчика. Хотя она говорит о том, что мальчик отдал все. Но послушайте, это как раз показывает нам, если мы отдаем себя всего, то Бог приходит и вмешивается. Если мы, знаете, отдаем только остатки, крошки, то нам придется всякий раз приходить снова. Но если мы способны будем предать себя всецело в руки Божьи, посвятить себя для Бога. Вот когда мы отдали с вами все, вот тогда мы способны ожидать от Господа чуда. Этот мальчик, он отдал все в этой истории. И все были накормлены этим кусочком хлеба и рыбы. И осталось ее по меньшей мере во много раз, сотен раз больше, чем он дал. Это, знаете, такая очень будоражащая вещь. Накормить пять тысяч человек, не имея в своих руках ничего. Однако у них что-то было. Это было маленькое, посвященное. Небольшой мальчик с сэндвичем в руках своих, но который пожелал отдать все, что он есть. Иисус взял это с его рук, он преломил, а ученики это раздали. Один человек, послушайте, отдал свою жизнь всецело. И целый мир сегодня потенциально имеет возможность быть искупленным. Иисус умер. Он предал себя, Он дал преломить себя. Его тело было избито, преломлено. И 6 миллиардов людей, которые сегодня живут на этой планете, они могут быть спасены. Все чудеса, это были благодаря Его смерти, это благодаря тому, что Он шел этим путем креста каждый день. И Он был способен совершать это. Прежде основания мира, Слово Божие говорит, Он умер, Он был заклан, Он буквально пришел для того, чтобы не искать своего, а пришел, чтобы исполнить волю Божию. Слово Божие говорит, что Он был заклан еще до создания мира. Он пришел на эту землю, и Он отказался воскреснуть для своей воли. Он делал такие заявления, я не имею своей воли, я не ищу своего. Единственное, что я ищу, говорит Господь, я хочу говорить только то, что говорит мой отец. Я хочу делать только то, что хочет делать мой отец. Он не имел этой собственной жизни, которая была независима от Отца. Но жизнь Иисуса Христа, она была настолько зависима от своего Отца. И все чудеса, которые Он делал, это был результат Его смерти. Если мы смотрим с вами в историю, все люди, которые сделали Его по-настоящему своим Господом, это были люди, которые влияли на историю. И они стояли у истоков пробуждения в этой истории человечества. Если у тебя или у меня есть какие-то оговорки в отношении с Богом, то ты не тот человек, которого ищет Бог. Был такой один миссионер, великий миссионер Рис Хаус. Слышали, есть его книга, очень интересная. Если, особенно для молодых, я рекомендую почитать его труды. И в своей книге, Хадатай, запишите, есть такая книга, она на английском, вообще, Хадатай, Норман Граб, автор. И Рис Хаус, и его жена не имели детей. И Бог призывал их ехать миссионерами в Африке долгие годы. Они не могли забеременеть, и они забеременели, и у них родился ребенок, и вот они стали, они долгое время готовились перед тем, чтобы поехать на миссию. На то время люди не ездили на одну, там, неделю, на месяц, на два. В то время люди ехали на миссию годами. Но по закону того времени они не могли с собой взять ребенка. И они стали перед решением остаться в доме со своим маленьким мальчиком, которого они так долго ждали, не могли годами родить. И тут они родили. Остаться с ним дома или ехать на миссию, оставив его. И перед своим отъездом его брат Рисхауса приехал, чтобы забрать этого маленького мальчика. Рисхаус, он ушел из дому. И когда он вернулся, ребенка уже не было дома. Там стояла его жена у окна, и она плакала. И он спросил, и говорит, как это было? Она говорит, это было ужасно. Она говорит, но я вспомнил, как он отдал своего сына за нас. И он никогда дальше не потерял этого мальчика. В дальнейшей жизни он вернулся через 15 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. И этот мальчик стал для него самым лучшим компаньоном в деле Божьем. И я могу вам гарантировать, если бы он остался ради мальчика, то он потерял бы этого мальчика. Потому что это означало, что мальчик был для него более важным, чем то, к чему его призывали. И Бог говорит сегодня тебе и мне. Он говорил это и там, 2000 лет назад. Он говорит, если ты любишь больше свой дом, свою жену, своих детей, больше, чем меня, больше того, к чему я тебя призываю, забудь, ты не тот человек, через которого я буду делать что-то. Я ничего не преувеличиваю. Я вам цитирую то, что написано и было сказано в суд самого Господа. когда ты отдаешь в своей жизни все. Если у тебя есть ограничения и оговорки, когда ты способен отдать все, положить себя, тогда Бог способен что-то сделать через тебя. И такие люди, которые смогли сделать Иисуса Господом в своей жизни, это непобедимые люди. Их невозможно чем-то побеспокоить, чем-то отвлечь. Они просто мертвы. Им неинтересно, что ты о них думаешь. Человек может сказать, о, как глупо он выглядит, что он там рассказывает, а мне вообще все равно, что вы думаете обо мне. Единственное, что нас должно беспокоить, как Бог смотрит на меня. И вот эта причина, почему его имя сегодня, оно связано с пробуждением. Люди, которые посвящают себя на полставки, молодые люди, которые посвящают себя на немножечко, а там, выходя отсюда, живут для себя. Это люди, через которые Бог мало может что сделать. Мы знаем в истории людей, Чингисхан, Гитлер, Магомед, это были нечестивые люди, но они были настолько одержимы той целью, и ради этой цели они полагали всю свою жизнь. И поэтому они писали историю. Но так же и обратно. Апостол Павел, он говорит, одно только я ищу, и к этому побуждает любовь Христа внутри меня. Говорит, для меня жить, это Христос. Иисус сказал, я имею власть отдать эту жизнь, и я имею власть ее принять. Подумайте об этом. Он говорит, я имею власть умереть, только имея власть умереть. Только с этой властью мы имеем с вами власть исцелять. Мы имеем власть изгонять. И апостол Павел, он говорит, он говорил это свидетельство, смерть действует во мне, но благодаря тому, что она действует во мне, это производит жизнь вас. Иисус, он стал вот на этой земле буквальным смыслом тем, чем была та ветхозаветняя Аскиния. Он стал Божьим шатром. Как тогда Бог приходил туда, так он стал буквальном смысле этим шатром. Он говорит, я ничего не делаю, прежде чем я не вижу творившего Отца. И также он сделал завление, тот, кто видел меня, тот видел и пославши. Ну, тот видел Отца. Он оставил славу неба. Он оставил эти улицы из чистого золота. Он оставил эту прелесть небес, чтобы ходить по грязи этой планете. И он стал одним из нас. Он говорит, доколе я буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Он оставил и положил все. Если мы действительно в это последнее время хотим быть эффективными, если мы хотим действительно, чтобы Бог в последнее время что-то произвел, нам нужно подобно Христу стать для Отца тем, чем Христос был для Отца. И только с этой позиции мы сможем влиять на это поколение. Он отдал все. Он не жаловался ни разу. Он не роптал. Он ходил по этой грязной, нечистой планете. Потому что такова была воля Божья. И на протяжении истории люди так поступали, которые влияли на историю. Сити Стат был один из величайших миссионеров. И когда Бог призвал этого человека Божьего, когда Дух Святой вложил это в сердце его, они только получили наследство. И на тот момент, когда они получили наследство, это было 200 тысяч долларов. В сегодняшний эквивалент это 2 миллиона долларов. Но Сити Стат, их Бог призывал на миссию. И Он сказал, дорогая, половину этих денег принадлежат тебе, половина мне. Но я чувствую, что Бог побуждает сделать меня с этими деньгами. А она говорит, Сити Стат, дорогой, ты в этом не преуспеешь больше меня. И в тот вечер они взяли, подписали чеки на 200 тысяч долларов и отдали все до цента для других служения, где люди спасались. И я вам скажу, немногие люди и так воздействовали на мир, и так воздействовали на спасение людей, которые не знали Бога. Но так, как они. И Он говорит, я лучше хочу жить в трет шагах от ада, он говорил, это человек Божий, чем жить под звон церковных колоколов. Этот человек умер, и жена его умерла. Но они в истории оставили хорошее. В течение 13 лет они жили отдельно друг от друга. Она руководила работой, миссией, в то время, когда он совершал миссионерский труд в Африке. Но его имя, оно сегодня синоминично пробуждению в истории. И наша история, которую мы взяли за основу, это мальчик отдал все. Вот это цена пробуждения сегодня для молодого поколения, для старшего поколения. И большое множество людей в 6 главе Иоанна мы читаем, когда Иисус начал им говорить, что это будет им стоить, они ушли от Него очень многие. Многие люди хотят пробуждения, если это им ничего не стоит. И в чем цена? Какова цена? Это все. Это будет стоить всего, что ты есть. Какова награда? Это все, что есть сам Бог. Аллилуйя. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Вы знаете, однажды я проводил школу в Киеве, там есть такой епископ Решетинский, Валерий Николаевич. И мы проводили школу, и он после одного урока встал, он присутствовал, и он встал, и он вышел, и он поделился таким свидетельством. Он так, ну он сам ученый, очень образованный человек. И он говорит, я был, он так корректно это рассказал, не говорил ни имена, но он говорит, в Киеве однажды было собрание, и на этом собрании люди, собралось около трех тысяч людей. Говорит, там были прямые трансляции, там подсветки, ну в общем, так все было помпезно. И говорит, и эти три тысячи людей, три дня там, говорит, устроили такое, говорит, ну знаете, кач, как говорят, духовный. И на третий день, он говорит, я присутствовал там, и вышел один проповедник, и он говорит, кто хочет помазание Божие в свою жизнь, поднимите руки. И говорит, и все хотят помазание Божие, все подняли свои руки. Он говорит, когда я сделаю вот так, Дух Божий пойдет по залу, берите помазание Божие в свою жизнь. Говорит, ну и что вы думаете, все, говорит, люди, эти тысячи прыгали, брали помазание Божие в свою жизнь, все хотят помазание, все хотят пробуждение. И вот знаете, сегодня это так подается, с такой легкостью. И он говорит, так Бог, говорит, сделал в конце этого служения такую интересную вещь, говорит, выходит один старец и подходит к руководству этого, ну, этой конференции, и говорит, он подошел, говорит, братья, можно, говорит, поделиться. Говорит, они как-то из уважения, ну, может, знали его, безусловно, и говорят, ну, только если можно, недолго. Он говорит, нет, я быстро. И он вышел за кафедру и обращаясь к этому, и обращаясь к этой тысячной аудитории, он говорит, есть ли здесь люди, которые явно нуждаются в исцелении? Если есть такие люди, пожалуйста, говорит, выйдите сюда. Говорит, и вывезли на коляске одного инвалида, и он, говорит, без всякого крика, он просто, говорит, с кафедры, во имя Иисуса Христа, тебе, говорю, встань. И он на глазах у всех встал. Говорит, и как будто как Бог пришел, и он посрамил все вот это, вот знаете, но движение, но сегодня все хотят помазания, все хотят пробуждения, но никто не хочет платить цену. И вот знаете, помазание, кто хочет помазание? Помазание – это серьезная цена. Когда Илия шел перед своим восхищением, Елисей шел за ним, и он останавливается, и он говорит, проси, что ты хочешь, что ты хочешь от меня, вернее, он говорит, я извиняюсь, он не сказал проси, что ты хочешь от меня. Он хотел этого Елисея оставить, Ерихон, Галгал, потом Иордан, не Иордан, третий, Ерихон, Галгал, и Вефезда, если я не ошибаюсь. Но три места они проходили, в каждом месте он говорил, останься здесь. Он говорит, жив Господь, жива душа, не оставлю тебя. Останься здесь, жив Господь, жива душа, не оставлю. Останься здесь. А потом говорит, а что ты хочешь от меня? Елисей говорит, дух, который на тебе, хочу вдвойне. Он говорит, сынок, тяжелого ты просишь. Правда, он, может, до конца Елисей не понимал, но он хотел. Он говорит, ты тяжелого просишь, но если увидишь, ты получишь. Вы знаете, особенно, но для молодых, я бывает, я привожу этот пример. Вот скажите, Елисей знал, что Бог хочет помазать его во пророки. Как вы думаете? Елисей знал, что Бог хочет помазать его во пророки. А? Сестры говорят нет. Некоторые склоняются, что возможно знал. Но Слово Божье Правда как-то умалчивает. И мы знаем, что Бог говорит, Ильи, иди помажь царя над Сирией, царя над Иерусалимом, по-моему, и Елисея во пророки вместо себя. И Илья проходит, коснулся его милотью, Елисей разворачивается, говорит, ну подожди, он говорит, взял 12 пар валов, зарезал, сжег плуги, сжег этих валов, зарезал. И идет за Ильей. Единственное, что Слово Божье говорит, что единственное, что он делал все это время возле Ильи, это что? Там одно определение. Это то, что он сливал воду на руки его. То есть он стал для Ильи рабом. Он предоставил себя вот в такое распоряжение, он сливал воду на руки. Это делал раб. И мы нигде не видим, что он там. Наоборот, Илья, если ты знаешь, что Бог хочет его помазать во пророке, богословы, историки утверждают, что Елисей ходил за Ильей где-то 8 лет. Ну, так богословы говорят, я не знаю, ну плюс-минус, пусть там. Но он ходил за ним. Я думаю, нелегко было за этим чудноватым человеком ходить. Его искали все, его гнали, но он был такой, но человек Божий, но с людьми Божьими не всегда просто. Но он ходил. И Илья, если ты знаешь, что Бог тебе сказал помазать его в пророке, зачем ты тогда его отталкиваешь от себя? Зачем? Вы знаете, как будто бы Бог перед тем, как ввести в благословение, Бог, он по-особенному как-то вот испытывает сердце. Он говорит, сынок, останься здесь. Если посмотреть на эти города, то они были, как знать, эпицентром. Один был эпицентром Пальм, город, ну, город, как можно сказать, туризма, другой был город торговли, ну, там бизнес-центр, ну, современным языком говорим, да? И он говорит, сынок, останься здесь, тебе здесь будет хорошо, ты здесь займешься бизнесом. Он говорит, жив Господь, жива душа, не оставлю, мне не надо бизнес. Он говорит, сынок, останься здесь, здесь туризм, ну, здесь хорошо, жив Господь, жива душа. Мне это не интересно. И он говорит, а что ты тогда хочешь от меня? Говорит, я хочу помазание Божье в свою жизнь. И двойную порцию. Он говорит, ты тяжелого просишь. Ну, то есть, этому есть цена. И сегодня, вы знаете, молодые люди, они охвачены разным. Но хотелось бы, чтобы в наших собраниях была молодежь, которая будет охвачена Богом. И которая будет способна платить настоящую цену за то, чтобы сегодня служить пред лицом Божьим. Аминь. Цена большая, братья и сестры. Цена очень большая. Я однажды проповедовал в своем собрании, и меня коснулось местописания, но как Давид, он написано, исчислил народ израильский, да? И написано, это было неугодно в глазах Божьих. И он пришел, ну, и когда пришел пророк Давиду и сказал, это было неугодно, и он говорит, избери себе казнь. Или голод, или моровая язва, или будешь бегать там несколько месяцев, а от врагов своих и меч будет настигать тебя. И Давид, он говорит, тяжело мне. Он понял, что он согрешил. И вынесен приговор. И Бог еще как-то, считаясь, говорит, выбирай. Сам выбирай себе наказание. И он говорит, лучше впасть в руки Бога, ибо велика его милость. И он избрал три дня моровую язву. И в один день он выходит, и он видит, как ангел Господень стоял на гумне Орна и поражал Израиля. Там было поражено большое количество людей. И Давид, он приходит в такое состояние, что он начинает вопить к Богу. И он говорит, Господь, при чем здесь овцы невинные? Пусть рука будет на мне и на доме моем. Знаете, я проповедовал это слово, я говорил, что тогда Бог говорит, иди на гумну Орна и принеси там жертву. И он идет на гумну Орна, приходит царь Давид, уважаемый очень, но человек Божий, царь, и он приходит к человеку, к этому Орну, и он говорит, я хочу купить у тебя эту землю. Сколько это стоит? А Орна говорит, царь, вот тебе и валы, вот тебе и дрова, вот тебе земля, возьми даром, принеси, да, в жертву Господу. Но Давид говорит такие слова, нет, я хочу заплатить настоящую цену. И вы знаете, я в собрании делился так, но я говорил, когда мы переключаемся на цифры, когда наши жизни больше интересуют цифры, мы понимаем, о чем мы говорим, правда? Вместо того, чтобы платить настоящую цену пред лицом Божьим, когда мы переключаемся за цифры, следствие этого, что начинают гибнуть люди, гибнут те, которым мы можем принести откровение, ну, как написано, тварь, она стенает, ожидая откровения от кого? От сынов Божьих, от нас ожидает откровение. И когда мы переключаемся, больше зациклены на цифрах, ну, в сердце своем, чем на том, чтобы платить цену, и, ну, для этих неспасенных людей мы приводим, ну, и себя, и их в поражение. Но когда Давид, он приходит, он осознает, и он приходит, он говорит, я хочу, он возвращается в такое состояние, он говорит, я хочу платить настоящую цену. И он останавливает поражение. Он говорит, пусть рука будет на мне, на доме моем, но я хочу заплатить эту цену, я хочу остановить поражение в народе Божьем. И вы знаете, когда я проповедовал так, первого, которого испытал Господь, я в собрании делился, я призывал, и первого, которого испытал Господь, это был я. Буквально через несколько дней, я уже немножко так косвенно делился, моя дочка, которой было 26 дней от роду, ну, я говорил, она дома, ее жена запеленала, она упала вниз головкой, ударилась, у нее лопнул череп. Мы ее повезли в больницу, ее забрали в реанимацию в Хмельницкий, и там в реанимации, на второй день, Бог начал говорить в мое сердце, ее вывели с реанимации, но во всем этом, что происходило с дочкой, Бог ее исцелил, сегодня ей вот будет через месяц, через полтора месяца, ей будет 11 лет, она у меня умничка, сама лучше учится в классе, никаких непоследствий, травма была очень тяжелая, но помимо всего этого, что происходило с ребенком, на второй день я прихожу в больницу к жене, и я говорю, ее поселили в палату, дочка была в реанимации, а она была там в палате, в отделении, я был с ней целый день, я ночевал там у своего друга, я прихожу на второй день, я говорю, скажи, а кто с тобой в палате, она говорит, ты знаешь, говорит, со мной там одна девочка, мы вдвоем, говорит, у нее ребенок, ее сын в реанимации, тоже ему малышу, по-моему, было два месяца, если я не ошибаюсь, и он был в реанимации, говорит, и она уже две недели, она как зомби, сидит, говорит, возле окна, она не разговаривает, она просто сидит возле окна, знаете, как удрученная горем, две недели ребенок искусственно, полностью подключен, дышит, все искусственно, и говорит, я ей, ну, сказала, говорит, у нас, ты знаешь, у нас тоже такое горе произошло, но мы верующие люди, мы все равно надеемся на Господа, начала я так, и она говорит, давай помолимся, и они сели, помолились там в палате, и она говорит, и она утром проснулась сегодня, говорит, ты знаешь, я за две недели первый раз заснула, и я говорю, Лесь, забудь за свое, начни ей говорить о Христе, и Леся начала ей благовествовать, и вот 9 дней мы, когда были в больнице, Леся ей начала благовествовать, она начала жевать, и тут на 9 день мы выписываемся с больницы, и вы знаете, вот как будто так Бог интересно все расставил, казалось, вот как спектакль какой-то, я подхожу к отделению, к дверям, туда нельзя было заходить, и жду возле дверей, и выходит Леся, держит на руках нашу дочку, и это такой момент, знаете, я пережил, я говорил, я ничего страшного в своей жизни не переживал, и здесь я вновь беру на руки свою дочку, и выходит врач, начинает зачитывать там диагноз, я говорю, не утруждайтесь, я говорю, небеса уже свой диагноз поставили, и в этот момент мы стоим возле дверей, и тут рядом дверь в ванную комнату, и с этой ванной комнаты выходит эта Оксана, девчонка молодая, и она останавливается, я только беру на руки своего ребенка, но Бог свидетель, я не вру, и она останавливается, и она говорит, вас Бог прислал сюда ради меня, чтобы вы мне сказали слова спасения, и, знаете, держу на руках свою дочку, я думаю, Боже мой, заплатить такую цену своим ребенком, чтобы одному человеку сказать о Христе, и я говорю, Оксана, у тебя есть новый завет? Она говорит, нету, я попрошу тебе принесут, я еду домой, но держу на руках свою дочку, и уже помню даже это место, где проезжал, мимо своего, подъезжая к дому, и, знаете, Бог проговорил в моем сердце, ты действительно хочешь знать, что такое настоящая цена? И я понял в тот момент, Бог не шутит с нами, Бог очень сильно заботится о тех, чтобы спасать, но погибающих, и цена большая, правда, цена большая, и мы должны предоставить себя, Бог не играется, Бог не шутит, Бог не в красивых проповедях, а Бог действительно хочет, чтобы мы пришли с вами в такое состояние, когда мы начнем полагать себя, для Господа, и Бог через это сможет сделать свою работу. Прошло буквально, это была среда, в четверг я попросил, чтобы мой друг занес ей, там, это было в Хмельницке, в больнице, чтобы мой друг занес этой девочке Новый Завет, и когда он занес ей Новый Завет, в понедельник я ей звоню, прошло четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, пятый день был, и я звоню, мне было интересно, читает ли она Слово Божие, ну, я поговорил, спросил за ребенка, там, за, и вы знаете, потом я, основной вопрос, который я хотел ей задать, я говорю, Оксан, ну, ты читаешь, ну, Слово Божие, и она мне говорит, да, говорит, я уже прочитала, я говорю, в смысле, она говорит, ну, я прочитала, ну, все знаете, Гедеоновский Новый Завет, в конце там Псалтырь есть, говорит, там еще в конце Псалтырь, я ей Псалтырь прочитала, я думаю, не понял, я говорю, в смысле прочитала, что, все прочитала, она, ну, да, весь Новый Завет, я не могу, я говорю, что, весь Новый Завет, она говорит, ну, да, от начала до конца, там еще в конце Псалтырь, я ей Псалтырь прочитала, я понимаю, что действительно она прочитала, и я говорю, и как, и она мне говорит, вы знаете, говорит, я увидела себя, говорит, я была как тот слепой, Который, говорит, сидел возле дороги, говорит, и когда проходил мимо Господь, он, говорит, орал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Говорит, и так и я в своей жизни, я была слепая, не понимала, кто такой Господь. Говорит, ну сегодня я понял, кто такой Иисус. Вы знаете, я думаю, Боже мой, это человек, которого еще, ну, в хорошем смысле слова, в кавычках, еще никто из верующих даже не успел наставить. Но она взяла в руки Слово Божие, она за пять дней прочитала Новый Завет, и Бог начал с ней говорить. И она мне говорит, да с меня люди здесь смеются, я хожу здесь по всей больнице, рассказываю, что Иисус живой. Я говорю, они говорят, у тебя, наверное, ну, как бы ребенок там в реанимации долго лежит, крыша поехала, как обычно говорят люди на это. Но она воскресла для Христа. Поэтому цемна, она большая, дорогая церковь. И мы должны себя предоставить, но для Христа, чтобы Бог через нас смог спасать тех погибающих. И я верю, что Бог очень сильно это хочет делать сегодня через молодежь. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас, для каждого из нас есть мера посвящения, которую мы должны с вами предоставить. И если честным быть, дорогие мои, подобно как Давид, мы знаем, где мы уже в сердце своем заиграли, засчитались, и мы знаем, какую цену нам должно платить перед лицом Божиим. Правда? Мы знаем, мы знаем, что нам должно делать. Мы знаем, от чего мы уклоняемся. Мы знаем, от какой жертвы мы отворачиваем свое лицо. Мы знаем, от чего мы уклоняемся, от того, к чему призывает нас Господь. Какой жертве нас Господь призывает. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы покорились призыву Божьему, чтобы мы были способны заплатить ту цену, которую должно сегодня заплатить. И не брали даром, а платили должную сегодня цену. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Хотелось бы, конечно, увидеть молодежь. У нас очень есть хороший один урок. Я его всегда, если где-то собирается молодежь, я его всегда провожу. Честно скажу, это один из самых любимых уроков в этой школе. Один из самых любимых. Он называется «Воины». «Воины» – это в последней теме. И я хотел бы, чтобы мы прошли. Но хорошо, что у вас есть видеозапись. Молодежь сможет его посмотреть. А вы, как старший, склоните их. И нам, давайте, это будет у нас тема «Пути к силе». Мы пройдем этот урок. И потом еще там, если у нас останется время, мы еще пройдем несколько уроков. Это урок номер 12 в теме «Пути к силе». Да благословит нас в этом Господь. В течение этих дней, правда, Господь работал с нашими сердцами? Правда, братья и сестры? И я верю, что Бог, Он желает сегодня приготовить нас, особенно молодые сердца, приготовить к той задаче, которая стоит сегодня перед нами. И как мы говорили на предыдущем уроке, что Бог, Он призывает к нас невозможному. И прежде чем мы будем способны исполнить то, к чему призывает нас Бог, то мы должны стать тем, чем Бог определил нам быть. И вот тогда мы сможем исполнить то, к чему Бог призвал нас с вами, особенно молодых людей. И Слово Божие говорит, если Господь не созиждит дома, то на что? Напрасно строят, напрасно трудятся строящие Его. И на этом уроке мы с вами порассуждаем, что значит быть воином Иисуса Христа. Мы прочитаем из 2-го послания Тимофея, со 2-й главы, с 3-го по 4-й стих. Дорогие братья и сестры, я воспроизвожу урок как от автора, от лица автора. Поэтому, если я буду делать какие-то заявления, вы не пугайтесь. Как в Средней Азии мы проводили, и мы не могли заехать в Узбекистан, проводить школу. И группу людей вывезли с Узбекистана в Казахстан, на границу, прямо под Казахстаном, на территории Казахстана. У нас там есть база. И мы там проводили эту школу. И я же точно так перед братьями и сестрами говорю, братья и сестры, я воспроизвожу от первого лица этот материал. Почему? Потому что тут есть такие примеры жизненные, которые вот они такую хорошую изюминку вносят в материал. И это с пережитого опыта. Некоторые примеры есть своей жизни, то, что Бог мне дал пережить. Мы тоже делимся. Но я так объяснил. И в одном уроке он говорит, я был пастором более 35 лет одной церкви. Я был женат на одной и той же женщине в течение 60 лет. Ну и я говорю, один такой узбек поворачивается до другого узбека. А сколько ему лет? Ну, что я говорю, я был женат на одной и той же женщине в течение 60 лет. Поэтому вы не удивляйтесь, не спрашивайте, сколько мне лет. И мы читаем 2 Тимофея. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И никакой воин не связан, не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военоначальнику. Апостол Павел призывает, и он говорит, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Он призывает нас в Слове Своем быть воинами Его. И первое, чему мы должны с вами определиться, что церковь – это не демократия. Запомните это. Если вы в своем правлении сведете церковь до демократического правления, то вы ее на самом деле разрушаете. То есть мы понимаем, да, что такое демократия. То есть демократия – это когда человек, он выбирает, он прав в своем выборе. Но для военной обстановки демократическое управление не подходит. В военной обстановке он не имеет права, кроме того, как повиноваться указаниям, которые он получает. И в третьей главе книги Откровения, когда Бог говорит о лаодикийской церкви, и Он как раз говорит о церкви, которая свела себя до уровня демократии. И слово лаодикийя – это означает правление, прихожан, мирян. И вот то, что там произошло, мы замечаем, что Христос, он, знаете, в этом, где Христос находится? Он находится вне церкви. Он стоит и стучит в церковь. Вот до чего привела демократия. Она выставила Христа за двери. Но мы с вами, мы как воины Иисуса Христа, мы были призваны для того в церковь, чтобы стать под господство Божье, стать под командование Иисуса Христа. И вся Библия, я бы сказал бы, она адресована к воинам, людям, которые становятся под господство Иисуса Христа. Аллилуйя! И церковь, послушайте, она не является какой-то демократической, но она подобна, как армия со знаменами, армия Иисуса Христа. Мы с вами подобны, как на войне. И ад, он должен быть разрушен нами. Мы должны с вами нанести аду ущерб. И единственное, что это может сделать, это только воинственная церковь, которая находится под командованием самого Господа. Вся ненависть сатаны, она направлена к подобной церкви, подобным людям, которые подчинили свою жизнь Христу и стали под командование Христа. И если вы и я хотим сегодня быть вот этим инструментом в руках Божьих, через который Бог будет влиять, через который Бог будет спасать неспасенных, я скажу, мы должны стать под командование. Люди всегда боятся, вернее, люди всегда слушают того, кого они боятся. Мы с вами здесь не для того, чтобы бегать туда-сюда и найти какое-то применение, какой-то цель и что-то построить. Но наша цель это в том, чтобы сделать Христа живым в своем сердце. Мы здесь с вами на этой земле находимся под командованием. Слово Божие говорит, что мы с вами не от мира сего. И верность нашему командиру, верность нашему Господу требует от нас, чтобы мы оставались чужими для этого мира. Я еще раз повторюсь, запомните эту мысль. Верность нашему Господу, чтобы оставаться верным своему Христу, требует от нас с вами, чтобы мы оставались чужими для этого мира. И на всяком месте, где бы церковь не рождалась бы, вот там устанавливаются границы Царства Божьего. Иисус сказал, как Отец Мой заповедал Мне Царство Мое, так и Я заповедую Вам. И когда мы с Вами провозглашаем, когда мы приходим, и мы где-то хотим созидать церковь, где-то мы хотим насадить церковь, для того, чтобы объявить там Царство Божье, я уверяю Вас, весь ад восстанет и придет в противность Вам. Сатана не будет противиться и притворяться спящим перед тем, как мы с Вами пытаемся насадить там, на том месте, то, что будет означать его погибель. Я говорил Вам, по-моему, в 17-м году мы первый раз поехали с Вашими братьями, сестрами, с миссией, с Рентона, и там и Ваши ребята ездили в этой миссии, Вы вместе служите, я знаю, и в Мексике. И когда мы первый раз поехали туда, вот, я уже рассказывал, когда мы приехали туда, братья, сестры, вот знаете, уникально Бог сделал, за одну неделю там Бог начал церковь. Но если бы Вы знали, какое противостояние, мы в первый день там с каким столкнулись, у нас палатка здоровенная, мы ее натягивали, она падала два раза, она чуть братьев там не поубивала, благодаря, что лестница стояла, трос лопнул, мы натягивали только, дзинь, и падает палатка, и там стояла лестница, и оно, оно, оно тяжеленно, трубы, вот эти каркасы, и он весь падает. В этот момент приехал глава, ну, этого, такого поселка с депутатами, они стояли, орали просто, матом там депутатша на меня, ну, как, знаете, как звери стояли. Я уже взял телефон, начал их снимать, я говорю, ну, давай еще раз сюда в камеру скажи все, что ты сказала. Это депутатша, этот глава этой рады вытягивает крест, у нас есть ролик, мы потом сразу сделали ролик, выставили в ютуб, я говорю, сегодня мы вас прославим. И он вытягивает крест и орет, я православный, мы не позволим вам тут ничего делать, убирайтесь отсюда. Московский патриархат, они там настолько сильно доминируют, но там это просто, вот они такими беззакониями занимаются, сами люди, они закляли людей, в буквальном смысле, они закляли людей в своих собраниях, в церквях, чтобы они близко к нам не подходили. Но за неделю Бог там начал церковь, и вот он говорит, что там, где мы будем пытаться насадить царство Божье, дьявол, он будет сильно восставать. Но за неделю там началась церковь, и сегодня там церковь уже где-то около 50 человек. И неудивительно, что они пытались убить Петра, Павла, Иоанна, Якова, потому что их присутствие, куда бы они ни приходили, знаете, что оно означало? Оно означало, что это территория, она больше не принадлежит дьяволу. Их присутствие говорило о том, что теперь это царство Божье, и тут господствует Христос. И безразлично, как это выглядит, нравится, не нравится, они приходили на всякое место, и они своим присутствием утверждали царство Божье. И мы с вами не незаконные переселенцы, но мы победители в глазах Божьих. Мы должны на всяком месте утверждать царство Божье и забрать с его плена тех, которые принадлежат Христу. И сегодня, знаете, вот такая дешевая благодать, это просто поношение на Бога и на царство Божье. Сегодня людям в церкви говорят, что если у тебя в жизни проблемы, то ты находишься вне воли Божьей. Бог тебя хочет благословить, в твоей жизни не должно быть никаких проблем. Но я вам сейчас говорю со всем авторитетом Слова Божьего. Если в вашей жизни отсутствуют проблемы, то ты как раз и лишился царства Божьего. Сатана обрушивает все свое зло, обрушивает на тех, кто действительно являются носителями Божьей жизни. С дьявола он стреляет, он атакует. Это означает, что вы, по сути, и идете правильно, если вы храните себя от греха. Если в вашей жизни нет грехов. И если эта церковь встанет, и она начнет говорить этому дьяволу, мы пришли, чтобы взять назад то, что принадлежит Адаму. То, что принадлежало Адаму. То, что ты забрал у Адама. И мы скажем, Сатана, мы будем сражаться с тобой на улицах. Мы будем сражаться с тобой в школе. Мы будем сражаться на рынках, в наших церквях. Мы будем проповедовать и приводить людей под господство Божье. И весь Ад, я уверяю вас, восстанет против вас. И апостол Павел, он говорит молодому проповеднику Тимофею, он говорит, переноси эти страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Когда мы ехали туда в Донецк, вы знаете, мы перед Донецком заехали в один поселок. И начали проводить там, начали только раскладываться. Я не знаю, вот из ваших ребят был там, но тогда приехало много с Америки молодежи. По-моему, больше 10 человек. И мы вместе так скооперировались. И вот так каждый год Бог благословил, мы вместе служим. И мы заехали в один поселок перед тем, как приехать в этот Донецк. Под Донецк, где я говорил, сейчас началось все собрание. И молодежь начала раскладывать аппаратуру там возле магазина, такое село. А я поехал бусиком за лавочками. И подъезжаю, и тут дядька какой-то кричит, орет там, пьяненький там. Ну, вы не будете это делать? Я вот так подошел, говорю, дядька, иди сюда. Ну, и так его в сторонку отложил. Я говорю, ну что ты кричишь? Я говорю, подожди. Сейчас он молодежь заспевает, послушаешь, о чем будут спевать, что будут говорить. А он такой яро, ну такой агрессивный. Я сказал, нет, и все, я вам тут не дам аппаратуру поставить. Ну, я говорю, только попробуйте включить, я поразбиваю. И так вот, ну, не останавливается. Я с ним по-хорошему, я говорю, так, а ну иди отсюда. Я говорю, попробуй только сюда подойти. Я говорю, тебе даже никто не даст сюда подойти. И он, ах, так, и он разворачивается. И побежал. Я говорю, ну, не обращайте внимания, давайте начинаем. И мы начинаем еванализацию. И Сережа, Коваль, вы же знаете, Сережу все хорошо, с Рентона. И Сережа сел так на лавочке, молодежь начала спевать, начали молиться, включили колонки. И Сережа сидит, а возле него сидят маленькие детки. Там пять лет, ну такие вообще, карандашики сидят. И тут, а я стал, я рядом дома, я смотрю, куда этот пьяный дядька забежал. И я стою, думаю, ну мало ли, ну что у него на уме. Может там возьмет сейчас палку, выбежит на наших ребят до аппаратуры, будет бежать. Думаю, ну же буду как-то его останавливать. И тут раз, ну, играет музыка, колонки же подключили. И Сережа сидит такой, ай, подымается. Я на него смотрю, думаю, глянь, что он так, ну, резко встал. Я говорю, что такое? Он говорит, кто-то стреляет. Я говорю, в смысле стреляет? Он, кто-то стреляет. Я смотрю, у него тут кровь так пошла. Я думаю, да ладно, а рядом еще братик, ну там местный, такой старший. Тут, ай! Я говорю, что такое? А он говорит, глянь, а тут, ну, как пуля с мелкашки, ну, с этой, представьте, гад. Взял ружье, залез там где-то на сарай, пьяное чудо вот это, и начал стрелять. Это благо, что мы Сережу повезли потом в больницу, у него пуля зашла сюда и залезла аж сюда. Ездили, вырезали, доставали эту пулю. Братику как-то оно, ну, не залезло туда, но пресс хороший. И вот я смотрю, я подхожу, а этот дом, оказывается, православного священника, дьякон, и он там в огороде. Я говорю, вы что творите? А тот заховался там за деревом, там выбежали его сыновья, там атошники, мы атошники, там пьяные, горут. Я говорю, Сереж, мы еще до Донецка не доехали, а уже начали стрелять по нам, это 16-й год, ну, 17-й. Но тем не менее, вот знаете, дьявол сильно восстает, но Бог дает нам торжествовать, несмотря ни на что, во Христе Иисусе. Аминь. И не позволяйте этой мягкой религии вас останавливать на полпути, которая будет вам говорить, что вам ничего это не будет стоить, что вы не будете сталкиваться с дьяволом. Будете сталкиваться с дьяволом. Но вы будете способны утверждать Божье Царство, несмотря на все его нападки, несмотря на все его атаки. Он не уйдет, если вы не заставите его уйти. Итак, мы с вами воины Иисуса Христа. И нам дано с вами указание устанавливать это Царство, несмотря ни на что. И я хочу вам сегодня в этой проповеди показать три качества, поговорить о трех качествах, которые будут присущи настоящему воину Иисуса Христа. Если мы хотим с вами быть воинами Иисуса Христа. И эти три качества, запишите. Это верность, это мужество и третье, это дисциплина. Верность, мужество и дисциплина. Мы будем продолжать с вами говорить об этих трех качествах. Верность, мужество и дисциплина. Прежде всего, Бог, глядя на нас, Он хочет видеть в нас верность. Бог желает, чтобы мы были верны. И Слово Божие говорит, что от служителя Божия требуется что? Чтобы он был бизнесменом. Да? Чтобы он оказался верным. Написано, чтобы от него требуется, чтобы он был верным. И Слово Божие говорит, что вы не свои. Послушайте. Вы не принадлежите себе. Если Бог вам что-то доверил, то вы управители. И то, как ты поступишь со своей жизнью, то, как ты распорядися и скажешь, что Бог сможет от тебя сделать. И твоя верность в твоей жизни Богу, она и продемонстрирует. Она, знаете, вот как является первым таким критерием для человека Божьего, который стал воином Иисуса Христа. Сегодня многие христиане, они играются, забавляются с миром, с тем, что был врагом Божьим. Они стали для него друзьями. Я был во Второй мировой войне, и мы сражались с японцами в Тихом океане. Это не я. Если бы они захватили меня в плен, японцы, то бы они меня просто убили бы. Все было четко разграничено. И между нами и врагом не было никаких дружеских переговоров. Слово Божие говорит, мы в мире, но мы не от этого мира. И между нами и миром нету никаких отношений. Мы странники и пришельцы для этого мира. И мы должны быть в этом мире верны своему Господу и верны Его призыву. Дружба с миром, она не определяется внешним. Многие говорят, надо быть внешним. Но дружба с миром, хорошее определение, это попасть под влияние этой мирской системы. Запишите, дружба с миром, я еще раз повторюсь, это быть под влиянием этой мирской системы. Это быть под влиянием в ценностях этого мира. Вы знаете, как будто люди, они начинают гнаться за ценностями этого мира. Они за это полагают свои жизни. Но они так даже не посвящают себя Христу, как они посвящают себя ценностями этого мира. И вот это и есть дружба с миром. Это не внешнее одеяние, когда говорят, о, ты друг миру. Но верность, это то, чему мы должны посвятить себя. И воин, он должен быть убежден. Очень хорошая мысль, послушайте. Воин, он должен быть убежден, что то дело, та задача, которую тебе верил Бог, она больше твоей жизни. Или ты тогда не способен будешь это исполнить. Эта задача, это дело, которое веряет тебе Бог, она больше, чем ты сам есть. И мы с вами, мы посвящаем себя тому, во что мы с вами верим. И психиатры, они могут вам сказать, что мы продукт, наше поведение, это как продукт пережитого. И мы ведем себя подобным образом, потому что мы во что-то верим. Потому что что-то там в прошлом подошло, что-то вы поверили. Вы знаете, но это ложь. Мы являемся продуктом воли, своего выбора, который мы делаем. И в твоей воле, в твоем выборе зависит как раз, останешься ты верным Христу. Или ты будешь под влиянием этого мира, который есть враг для Христа. Я был женат на одной и той же женщине в течение 60 лет. Дай Бог, чтобы я был 60 лет. И я скажу вам, я никогда не проявил неверности в этом браке. Да, были возможности, но я оставался верен своей жене. Знаете почему? Потому что я ее любил. И апостол Павел говорит, любовь Божья, она объемлет меня. Верность, она рождается волей, нашим решением оставаться верным, несмотря ни на что. Когда ты сделал все возможное, чтобы стоять, как мы говорили сегодня с сестричкой, мы стоим. И от служителя Божьего требуется, чтобы он оказался верным. Второе качество воина, о котором мы будем говорить на этом уроке, это мужество. Мы говорили о верности, но есть мужество. Вы знаете, есть разница между страхом и трусом. Из труса никогда не получится солдат. Знаете, что вот все люди, нету сильных людей, безбоязненных. Все люди боятся чего-то, правда? Но вопрос, кто в своем сердце начинает побеждать эти страхи, а кто-то начинает быть подвластным этим страхом. И вот мы должны научиться побеждать страхи. Не быть подвластным страху, но побеждать страхи. И мы будем сталкиваться в этой войне опасностью. И страх, он обязательно придет. Он будет нападать, он будет пытаться останавливать тебя. Но истинный воин не позволит, чтобы его жизнь попадала под влияние страха. Мужество, оно рождается из посвящения. Мужество рождается из преданности. Мы были, когда мы воевали, мы были на одном острове. И из 1100 человек, которые были в нашем батальоне, там, на этой войне, только 80 человек могли снова вернуться на корабль. Из 1100 осталось 80, которые могли там вернуться. И мы были полностью разбиты. Я помню, я сидел там, под этим кокосовым деревом, и капитан сказал, все, мы больше не боевая единица. Почти 90% из нас либо убиты, либо ранены. И нам теперь придется присоединиться к другой боевой единице. Но в своем разуме, там, когда я сидел под этой кокосовой пальмой, я сказал, я больше не могу. Я почти три года был на этой войне. Я жил на этой войне, как животное, как зверь. Меня однажды подстрелили. И мое сознание, оно просто кричало, я больше этого не выдержу. Но там, когда я сидел с этими переживаниями в своем сердце, я повернулся, я увидел рядом, висел японский флаг на кусте. Вы знаете, глядя на этот флаг, я посмотрел на него, я сам себе сказал, если я не встану, если я не наберусь сил, то этот флаг будет висеть над моей деревней. И благодаря тому, что тогда, вот в этом отчаянном состоянии, я поверил, что моя задача больше, чем я сам. Я нашел мужество встать и идти сражаться дальше. И я скажу вам, что от воина потребуется, чтобы он оказался верным своему Господу. Но понадобится великое мужество в сегодняшнее время, чтобы мы выходили на улицы и несли это Евангелие неспасенным людям. И я скажу, что надо и не меньше мужества, а много мужества, чтобы оставаться верным своему Господу в этом развращенном мире. И нужно великое мужество, чтобы стоять среди всего этого расследованного поколения, которое нас окружает. И в этом развращенном мире провозглашать Евангелие Иисуса Христа. Евангелие, которое будет осуждать их не образ жизни, которое будет осуждать их не грех. И третье качество – это дисциплина. Верность, мужество и дисциплина. Вы знаете, сегодня дисциплина для молодого поколения – это самое скверное слово. Это сегодня, знаете, такой необузданный, можно сказать, строптивый век. Каждый сидящий в церкви пытается делать, и он делает то, что в его глазах является правильным. Люди сегодня, многие в церкви сидят, и они могут встать и выйти из церкви, если им не нравится, как ты ведешь церковь. Но апостол Павел, он говорит, любовь Христова, она объемлет меня. Вот это слово «объемлет», знаете, что оно означает? Оно означает, она дисциплинирует мою жизнь. И Дух Святой, он сказал, что везде, куда ты не пойдешь, тебя будут брать, бросать в тюрьму, тебя будут избивать, ты будешь испытывать поражение. Но посреди всего этого, говорит Господь, он говорит, любовь Христова, она меня объемлет. Аллилуйя! Это был настоящий воин. И когда он подошел к концу своей этой великой жизни, великого посвящения, апостол Павел, он сказал эти слова, я сражался в этой битве, и я сохранил эту веру, я остался верен своему Христу. Другими словами, он говорит, я все еще верен Христу, я начал как святой человек, я сражался со зверями в Ефесе, я побывал во всех тюрьмах от Иерусалима до Рима, меня много раз избивали, я был в кораблекрушении, но несмотря ни на все это, я подвязался этим подвигам веры, и я сохранил эту веру, я остался верен своему Христу, и я по-прежнему христианин. Дисциплина, вы знаете, вот это качество дисциплина, оно как раз и отличает армию от толпы. Когда японцы разбили Пёрл-Харбор, я присоединился к морской пехоте, тогда я воевал, и меня призвали в армию, и я думал, что через две недели нас бросят в океан, туда на войну. Знаете, что они сделали со мной молодым парнем? Они взяли и закрыли меня на четыре недели в лагерь, и каждый день с утра до вечера это было лечь встать вперед-назад, шагом марш, лечь встать влево-вправо. Знаете, внутри все мое сознание, оно кричало, что вы со мной делаете? Знаете, что они делали со мной? Они вырабатывали во мне мгновенное послушание, они делали меня дисциплинированным. Я пришел туда деревенским мальчиком, но через 12 недель я вышел оттуда настоящим воином. А что они делали со мной? Они делали машину мгновенного послушания. И я вам скажу, когда мы оттуда поплыли, и мы высаживались на берег, и там нас бомбили с берега, артиллерия, она стреляла по нам. И капитан, он кричал, ложися. Одна команда была с его уст. И все, кто сказал, что он сказал там, их не было в живых. Они не оставались в живых. Дисциплина, она себя окупает в практическом сражении. И дисциплина, она дисциплинирует, и она приводит нас в мгновенное послушание Богу. Мы не спорим с Богом. Бог говорит, иди, а ты говоришь, куда идти? Бог говорит, прыгай, а ты говоришь, как высоко прыгать, Господи? Он не может использовать недисциплинированных людей. Мы должны научиться быть послушными. Знаете, недавно, ну, я был вот летом на Востоке, и звонит мне моя жена в воскресенье, и она мне говорит, такое свидетельство. Приехал один брат в церковь, и говорит, он свидетельствовал, и он знакомый, даже больше, родственник наш, и жена говорит, когда он вышел, то пастор пришел и призвал, говорит, давайте за него помолимся, а у него, ну, больные ноги, проблемы с ногами. И говорит, жена, я стою, и говорит, и у меня начали молиться за него, у меня такое побуждение, ну, встань, подойди к нему, встань на колени, возьми его ноги и начни молиться. Говорит, и я стала как-то бороться с собой, как это будет выглядеть, ну, как-то, вот, знаете, смутило ее сердце. И говорит, и пока я борюсь, я стала, закрыла глаза, говорит, борюсь внутри себя. Говорит, и Бог мне опять говорит, если ты этого не сделаешь, сделает это другая. И говорит, и я стою еще, борюсь, думаю, Господи, ну, как? И говорит, и я открываю глаза. Говорит, и смотрю, говорит, другая сестра подходит, становится на колени, ложит свои руки и начинает, говорит, вопить до Господа. Говорит, и я понял, что я не сделал то, к чему меня побуждал Господь. Ну, знаете, вот, мы должны молиться, Боже, дай нам иметь чувствование. Вчера вот Бог побуждал мне сделать одну вещь. И я, ну, думаю, ну, потом сделаю, ну, там, где мы живем. Сегодня пастор Роман утром заходит и говорит, пошли и сделаем это. Мне аж смешно стало. Думаю, ну, Господи, ну, что, вот сразу не отозваться на то, к чему ты побуждаешь. То есть, вот дисциплина, она и приводит нас к этому мгновенному послушанию, к тому, что желает делать Господь. Аминь. И вот эти вещи, вы знаете, может быть, незначительные вещи, незначительные, но они важны для Господа. И вот я думаю, мы должны научиться делать в своей жизни не то, что правильно на наш розум, да, а мы должны научиться с вами предоставлять себя, чтобы Он смог сделать через нас то, что хочет сделать Он. У меня была одна такая ситуация в жизни. В 2007 году мы в Нетишине готовили миссионерскую команду. И вы знаете, мы полгода проводили стационаром школу и через полгода ребят отправляли в Среднюю Азию. Кто-то там был два года, кто-то пять лет на миссии без выезда, а кто-то остался по сегодняшний день и там уже церкви, они там детей родили, репцентр церкви, служение начали. И мы когда проводили эту миссионерскую школу и в этот период ко мне подходит моя жена и говорит, Степ, там молодая девочка неверующая. Кто-то в церкви заявил, что молодая девочка 21 год, ее звали Таня, у нее был рак мозга и она была уже в очень плохом состоянии. И она мне говорит, пойдем за нее помолимся. Говорит, у меня такое побуждение пойти за нее помолиться. Говорю, ну пошли, мы не знали ее, правда, я ее никогда не знал. И когда мы пришли, родители же были разведены, у этой женщины, мамы, две девчонки было, одна из них это Таня, мы когда зашли, и вот сидит эта молодая девушка, она уже плохо разговаривала, ей сделали операцию на голову, на рак этого мозга. И она сидела, она была в здравом еще раз сутки, но она уже тяжело, ей было разговаривать. А кто-то молился, вы знаете, и сказал, что Бог ее готовит к переходу. И я когда зашел туда, когда глянул на эту молодую девчонку, думаю, Боже, 21 год, мне так сердце возривновало. Я говорю, Господи, помилуй. Я говорю, Танюш, мама стоит, убитая горем, плачет, но переживает, на ее глазах умирает ребенок. И я говорю, Танюш, ты знаешь, я верю, что Бог тебя может прямо сейчас исцелить, если то есть на то его воля. Вот я говорю, сейчас мы помолимся об этом. И я говорю, но в то же время, если нету его воли, я говорю, ну, я говорю, давай, я говорю, так помолимся, Боже, или исцели меня прямо сейчас, если есть воля Твоя. Если не исцели, то забери меня в свой обитель. Я говорю, в слове я открыл место Писания. Я говорю, в слове Божьем написано, что мы будем со Христом на небе, там будет ни плача, ни вопля, ни болезни, мы будем пребывать в радости со Христом. И я начал, открыл Библию, показал эти Писания, знаете, там, я говорю, Танюш, ты согласна вот так помолиться? Мама стоит, рядом плачет. Я говорю, согласна вот так помолиться? Господи, или исцели меня, или забери меня в свой обитель, чтобы я больше тут не мучилась. И она мне говорит, да. Я говорю, хорошо. Я беру елей, мажу ее, молимся. Я говорю, Господи, предаю ее в руки Твоей благодать. И мы развернулись и ушли. Буквально там проходит день или два, и у нас был пост, молитва со студентами, мы проводили школу Христа, и у нас было в обед молитва, я так отошел в сторону, и вы знаете, в стороне так хожу, молюсь, и мне приходит такая мысль, возьми все деньги, которые у тебя есть. А у нас на тот момент оставалась я женой, я не работал, работала одна жена, я занимался миссией, и у нас оставалось на тот момент в эквиваленте там 30 долларов, тогда это было 150 гривен. И Бог мне говорит, возьми все деньги, что у тебя есть, пойди купи на эти деньги розы, и пойди принеси этой девочке Тане, скажи, это тебе, это Иисуса. И я так внутри, знаете, вот пришло такое побуждение, и я говорю, хорошо, Господи. И в этот момент вот я хожу в сердце своем, знаете, размышляю об этом. И тут подходит ко мне пастору Рома, а параллельно у нас одна была пара, миссионерская, на этой школе училась, брат с сестричкой, которые решили, ну, жениться, а он был с Ростова, она была с Украины, и тут позвонили с Ростова, и сказали, что срочно нужно выезжать сегодня, чтобы успеть там какие-то документы подать, связанные с их росписью. И они подходят к пастору Роме, говорят, а для того, чтобы им поехать, вот прямо там через несколько часов в поезд, это все спонтанно, чтобы им поехать, надо было 200 долларов на дорогу, это было тысяча гривен. И он подходит ко мне, и, а я как раз там стою, молюсь в уголку, в церкви, и он говорит, Степ, вот позвонили только, что вот такая нужда, но, говорит, давай, ну, денег нет, говорит, давай, ну, призовем братьев, сестер, ну, а нас там было, там, 30 чем-то человек, и если Бог благословит нас этой суммой, ну, то мы будем видеть, не будем говорить, какая нужна сумма, но если Бог нас благословит этой суммой, ну, будем видеть, что Бог к этому благоволит, потому что как-то, она говорит, все спонтанно, взбудоражило и ребят, я говорю, хорошо, я говорю, пастор Рома, призывай, Я говорю, призывай. Ну, и он вышел, и он говорит, у нас молитва была, остановили молитву, говорю, братья, сестры, он говорит, есть такая нужда, говорит, ребятам надо срочно ехать. Если у кого, кому сколько Бог на сердце положит? Знаете, мы привыкли жертвовать, ну, там, достали, там, положили. А вот Бог, ну, назначает цену, правда? Вот Бог говорит, вот мы должны позволить, сколько, Господи, ну, положить, сколько ты хочешь. И он говорит, кому Бог сколько положит на сердце? Говорит, давайте мы поддержим их. Не сказали, какая сумма нужна, только знали они, он и я. И вот начали, говорит, давайте мы помолимся об этом. И мы начали молиться, и я стоял там, вы знаете, вот в этот момент, думаю, Господи, глянь, вот нужда. Восемь месяцев назад у меня была свадьба там, или там несколько месяцев, я не помню. И у меня не было денег, и меня братья, сестры благословляли, благословляли, они меня поддержали. Ну, думаю, глянь, может взять эти деньги, Господи, и вот сюда положить, вот как раз прям яркая нужда. И вот так вот как-то на человеческий розум взял это все, взял эти деньги, положил туда, отдал их. Вы знаете, и когда мы собрали пожертвования, знаете, сколько мы собрали денег? Собрали 1250 гривен и 1000 долларов, пожертвовал братик. Им еще и на свадьбу осталось. Но на следующий день я узнал, что эта девочка Таня, она умерла. И когда я узнал об этом, что она умерла, я так сожалел, я думаю, Боже мой, я не сделал то, к чему ты меня побуждал. Но, знаете, мы не оправдываемся тем, что нам кажется правильно сделать. На самом деле, мы должны привести себя в такое состояние, чтобы нам делать то, что Он хочет делать. И это ценно в глазах. Я потом думаю, Боже, ты просто хотел, зная, что ты ее сейчас, я сам молился за это, что ты ее сейчас заберешь. Может быть, в этот момент, знаете, как-то подойти, но моя задача была купить эти цветы на эти деньги, прийти и сказать, это тебе, это Иисуса. Может, каким-то образом поднять ее взор еще раз в небо, но и забрать ее. Поэтому для меня это был таким большим уроком. И я не скажу, что я прям на сегодняшний день чувствительный, но я вспоминаю, это меня отрезвляет, что мы должны быть чувствительны к тому, что хочет от нас сделать Господь. И дисциплина – это одно из качеств, через которые Бог учит нас быть мгновенно послушным тому, к чему Он нас побуждает. Мы проводили эту школу в Бразилии, и мне говорили, что мы так рано не встаем. Но я был мягкий, когда я проводил эту школу в Бразилии, потому что дисциплина о нас как раз и приводит нас в мгновенное послушание. Дисциплина – это то качество в жизни, которое делает нас мужественными. Дисциплинированный человек будет стоять, пока вся толпа, она будет в бегстве. И дисциплина, она рождается из посвящения. Я еще вот остановлюсь, приведу такой пример из жизни. Я часто его привожу. Вот он говорит, дисциплина, толпа, она будет бежать. Но дисциплинированный будет стоять, несмотря ни на что, что будет происходить вокруг него. И что вот делает нас, дисциплинирует нашу жизнь. Особенно я бы хотел обратиться к молодым людям, чтобы мы в своей жизни привели себя в дисциплину, пребывать в Слове Божьем. Стабильно, постоянно, каждый день. Максимально, сколько можем, больше, чтобы мы насыщали свою жизнь Словом Божьим. И это будет делать нас твердыми и непоколебимыми. У нас в лагере был такой случай, когда я покаялся, и к нам привезли в лагерь одного парня. Вы знаете, его когда привезли, над ним смеялась вся зона. Он был такой смешной на вид, ни вида, ни величия. Он был такой забитый, ни с кем не разговаривал. Вот как отшельник жил, знаете. Он был невысокого роста, его звали Артем Хорошилов. И он попал в тот отряд, где и я отбывал наказание. И он начал ходить со мной в собрания. И, знаете, он начал читать Слово Божие. И я старался читать много Слова Божие, когда уверовал. Я благодарю, что Бог каким-то уникальным образом Он вложил внутри меня желание постоянно читать. У меня была только свободная минута. Но я доставал с кармана Новый Завет такой маленький и читал. Но я смотрю на этого Артема, как будто он больше меня читает. Мне такая ревность брала. Я вставал в начало шестого, у нас шесть подъем. Выходил, делал зарядку. Я выхожу, а его кровать уже заслана. И он тихонько стоит над кроватью и читает Слово Божие. Думаю, да ты что, лень. Он больше. У него тоже свободная минута. Он раз, Слово Божие. И так год, второй год, каждый день. И он прямо на моих глазах преображался. Он настолько преображался. Он был человек, которого презирала вся эта толпа тысячная. Но которая его не уважала. Ни во что его не ставила. Но знаете, что Бог однажды, какое свидетельство над ним явил. Я освободился в 2004 году. И тогда, все помните, это была помаранжевая революция, выборы Ющенко и Янукович. Помаранжевая революция на Украине. И слава Богу, она не дошла до войны. Но там была первая такая, скажем, яркая революция на Украине. И очень сильно Восток, особенно Донецкая область, Восточная Украина, она массово голосовала за Януковича. На предприятиях людей просто склоняли голосовать за Януковича. И выборы, ну, они были очень напряженные. Ну, кто помнит, это 2004 год. И я приезжаю буквально после выборов, там проходит неделя где-то, все оно такое еще бурлит, кипит. И я приезжаю в зону туда проведать братьев, привез им там передачу, гостинца. И вызвал одного братика, ну, верующего братика, с которым мы вместе там ходили в собрание. Вызвал его на свидание, мы сидим на кратком свидании, общаемся. И я ему задаю вопрос. Я говорю, скажи, как у вас прошли выборы тут, ну, в зоне? А он мне говорит, да как ты что? Говорит, не знаешь как. И он так смеется, сироня говорит, все проголосовали за Януковича. Вся зона. Ну, как в демократических странах, ну, кабиночка, она зашторенная кабинка. Но по законодательству Конституции Украины ты должен зайти в эту кабинку. Никто на твой выбор не имеет права влиять, ну, так по законодательству. Ты должен зайти в эту кабинку и своей собственной волей поставить галочку за того, у которого ты решил отдать свой голос. И когда люди заходили в этой зоне, в эту кабинку, там стоял первый зам, он такой высокий дядька был, его фамилия Малахов, он был первый зам, у него такие кулачищи были, бил как конь, два раза не бил. И ты заходишь в эту кабинку, и он там стоит, и он говорит, вот сюда ставь. И он показывал, куда ставить, то есть за Януковича. И вся зона зашла, все блатные там, ну, я извините такими словами, но все, кто там самые уважаемые, они зашли, и все дружно поставили за Януковича. И этот Артем зашел, и ему Малахова говорит, сюда поставь. А он говорит, Бог сказал, сюда поставь. И поставил галочку за Ющенко. Я говорю, а что он так сделал? А он говорит, и я ему тоже, говорит, подошел, говорю, Артем, а зачем ты так? Он говорит, мне Бог во сне сказал, чтобы я поставил туда. И вот, знаете, вся тысячная толпа, которая смеялась над ним, ни одного Бог там не нашел, кроме Артема. Я думаю, даже вообще суть не в том, что там поставит свой голос за Ющенко, за Януковича. Знаете, в чем суть? Что у Бога был человек, который мог стоять в этой толпе и сделать то, что хочет сделать Господь. Аллилуйя. И вот дисциплина, Бог через Слово, особенно молодежь, когда она будет пребывать в Слове Божьем, оттуда она будет черпать вот эту способность, стоять, когда вся толпа будет идти делать это, а ты будешь стоять и будешь говорить, так говорит Господь это делать. Да благословит нас в этом Господь. И преданность чему угодно, кроме Христа, она принесет страх в нашу жизнь. Можете записать эту мысль. Преданность, кроме Христа, принесет страх. Этот мир не кодал мне Христа. Этот мир никогда не отнимет у меня Христа. Аллилуйя. Поэтому я без страха могу посвятить свою жизнь Ему. Я принадлежу Ему. Я принадлежу Христу. И Он мой. И вот эти качества, о которых мы говорили, верность, мужество и дисциплина, это качества, которые проявятся в истинном воине Иисуса Христа. И если мы с вами поистине воины Иисуса Христа, то я тебе скажу три вещи, которые ты можешь ожидать как воин. Знаете какие? Первые трудности, шанс принять участие в сражении и быть участником в великой победе. Первые трудности, с чем сталкивается настоящий воин, не слушайте тех, кто отрицает сражения и трудности в жизни христианина. Подготовка этого сердца, чтобы Богу подготовить наши сердца к тому, что Он хочет сделать, это очень тяжело, это ненужное. И вы знаете, то, что мы вчера с вами говорили, что проходя тему крест, что Бог, крест, это внутренняя работа с сердцем. Вот знаете, мы всегда хотим переключиться на что-то внешнее. Вот тот, вот тот неправ, вот тот неправ, вот тот неправ. Но Бог прежде всего, Он хочет работать с сердцем. И эта работа с сердцем, она очень болезненная. Она очень, знаете, вот для нас настолько людей. И вот сегодня ночью, ну по нашему времени, звонит, я говорил, что у нас женский реабилитационный центр, звонит мне сестричка, которая служит на этом центре, и говорит, там у нас приехала одна молодая девушка, и у нее двое деток, и у них там она, как служитель, делает замечания, но та девочка реагирует на замечания не совсем в кротости, ну и произошел. И вот я звоню, и они, вы знаете, я с одной разговариваю, та комментирует рядом. Я говорю, давайте по одной, я пять разговариваю, та комментирует. И я говорю, послушайте, вы должны понять, но на самом деле не смотреть на друг друга, а что Бог работает сердцем. Это больно. Но ты не смотри в этот момент на нее. Если тебя это огорчает, тогда ты должна понять, что Бог с твоим, вот то, что тебя огорчает, смотри в свое сердце. Молись Господу, Боже, у меня неправильная реакция, у меня гнев, молись об этом. Позволь Богу убрать. И вот мы больше, вы знаете, мы как люди, мы не позволяем Богу работать со своим сердцем, потому что это очень болезненный процесс. Но если мы действительно хотим, чтобы Бог проявил себя, мы должны позволить, чтобы Он произвел эту работу. Таким образом, Он подготавливает наши сердца. И если Он не сможет из тебя сделать воина, то Он просто, ну, увольняйся. Из его армии. И я скажу, что через трудности, через страдания, через испытания, Бог формирует в нас вот этот характер сердца. И мы читаем в Библии, что апостол Павел один раз взял Марка и Анна, и один из них подвел его. И в следующий раз он говорит, я взял однажды, но я не буду больше его брать, потому что на него невозможно положиться. Но позже Марк, он исправился, и он доказал, что он тот, на кого можно положиться. Но человек Божий говорит, мне не нужны мальчики, мне нужны воины, которые когда будут сталкиваться с яростным врагом, нам нужны люди, которые будут рядом, и не отвернутся, и не уйдут. Аминь. Нам нужны люди, которые будут стоять твердо, и не развернутся, и не уйдут, когда они начнут проходить испытания. Вот знаете, испытания, это, ну, это работа сердцем. Я помню, как в 2005 году, я только пришел домой, но освободился, попадаю в церковь, прошел в школу Христа. И, ну, хорошее свидетельство, как вот я попал, ну, в эту школу, в это служение. Я начал служить в миссии, и мое служение заключалось в том, что я директору миссии помогал. Перед тем, как это произошло, к нам приехал один еврей, и он служил у нас около месяца в церкви, и он, знаете, в одном собрании, он начал говорить на притчу о минах, о таланте, помните, одному дал 10, 5, там, одну. И когда господин вернулся, он призвал каждого, и он говорит, этот еврей, и он каждого призвал, и он говорит, дай отчет. И он говорит, вот ты мне дал 5, вот тебе 10, вот ты мне дал это, вот тебе... А последний приносит, закопал, приносит и отдает ему, говорит, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеешь, собираешь, где не рассыпал, поэтому тебе, вот оно, твое. И он говорит, лукавый и ленивый раб, твоими устами буду судить тебя. Ты знал, что я человек жестокий, Жду, где сел, где не сел, собираю, где не рассыпал. И он говорит такие слова. Не надлежало ли тебе твой талант отдать кому? Торгующим, да? Чтобы по возвращению моем они мне принесли его с прибылью. Этот еврей, я тогда сидел в 2005 год, и этот еврей, знаете, он так эту притчу развернул, что талант и мина, которую дает нам Господь, он такой интерпретации подал, это залог спасения, которое Бог вложил в наше сердце. И Господь, влаживая вот этот талант, вот это драгоценное в наше сердце, Он хочет, чтобы это имело приумножение в твоей жизни. И Он говорит, это приумножение, и Он так, знаете, в такой подал, это форме, чтобы это приумножение, оно умножалось и находило выражение в жизни других людей в спасении неспасенных. И Он говорит сегодня, и Он проповедовал, Он задал такой вопрос, сегодня есть ли приумножение в твоей жизни того драгоценного таланта, того залога спасения, которое Бог вложил в тебя. Знаете, когда Он это проповедовал, я сидел сзади, я читал, я вставал каждое утро на молитву, я читал по 15-20 делах, каждый день старался Слово Божие. Я делился Словом Божиим, но с другими неспасенными людьми. Я как-то старался вот духовно свою жизнь дисциплинировать. И вы знаете, но при этом все, Бог произвел на меня такое действие, что я сидел сзади, и я сам себе сказал. Я никому не говорил, но я сам себе сказал, «Господи, сегодня этот талант, который ты вложил в меня, он не приумножается. Помоги мне, Господь». И Он говорит, что Ему нужно было сделать? Не просто сохранить. Я сохранился, я в церкви, я никого не обижаю, никого не трогаю. Он говорит, тебе надо было прийти и отдать свой талант торгующим. И Он говорит, кто такие торгующие? Он говорит, надо было тебе пойти и отдать. Он говорит, кто такие торгующие? Это, говорит, миссия, это служителя. Если сегодня ты не способен приумножить свой талант, приди и скажи, я свой талант отдаю тебе, пастырь. Все, что ты скажешь мне, я все буду делать. Все, что говори, я буду в твоем подчинении. Теперь ответственность за мое спасение и за приумножение на тебе. И вы знаете, и Он так, ну вот, так как я делюсь с вами, и Он подал это. И я приезжаю, у нас была следующая неделя школы Христа, и братик, директор миссии, он на этой школе, он говорит, братья и сестры, возьмите листики, и каждый на листике напишите, где бы вы хотели после обучения, мы проходили 3-4 недели школу, где бы вы хотели, ну, в каком бы вы служении хотели себя реализовать после того, как вы пройдете эту школу. Ну и напишите на листиках. Ну и все сели, начали писать, у нас большая была группа. Молодые люди, вы пишете, где вы хотели бы себя видеть после служения, реализовывать, не отвлекайтесь. Я извиняюсь, но я, когда проповеду, я не даю никому спать, не даю никому отвлекаться. Я не говорю, что вы спите, вы очень внимательны, но не отвлекайтесь, очень важно. И вы знаете, я смотрел на всех, все сидят, как молодые люди, пишут, где они хотят себя видеть в служении, где они хотят себя посвящать в служении, а я нигде себя не вижу. Правда. Те в реабилитации, те там в том, те там в детском, те в том, а я себя нигде не вижу. Сидел так над этим листиком и взял, и написал, свой талант отдаю торгующим. И отдал этот листик. Меня потом братья подзывают, два служителя, и говорят, а что ты написал? Я говорю, ну, я говорю, ты и написал. Я говорю, свой талант отдаю торгующим. Теперь ответственность за меня, братья дорогие, на вас. Они говорят, ну хорошо, нет вопросов. В Донецке братья все, ну много, повторять не надо. Сказал раз, сделай. И говорят, ну хорошо, меня благословили, чтобы я помогал директору миссии. Знаете, что я делал? Два года пригнать машину, отогнать машину, побежать туда, принести то, детей завести в садик, привезти в садик, сбегать в магазин, поехать туда посылку отправить. И два года моей христианской жизни я посвятил себя для директора миссии. За меня, помню, еще пастор Рома помолился, тогда у нас было служение, за меня помолились, как за Елисея, чтобы Бог меня благословил. Я, как Елисей, в буквальном смысле, бегал с этим умывальником и сливал воду на руки Елисея. Ильи. Два года. У меня было такое состояние, что я так закипал, думаю, сам себе говорил, призванный воевать, нянчиться с детьми. Это что это такое? А потом молюсь, смиряю себя, говорю, Господи, помилуй. Я вставал утром, промаливался два часа, звонил в восемь утра директору миссии, говорил, что мне делать? Что прикажешь, Господин? И он мне говорил, едь туда, делай то, делай то. И прошло два года, и Бог отделил. И в один из дней, я помню, я так что-то закипел сильно. И это директор миссии, я же говорю, там братья Донецкие, они в простоте, прямолинейно. И он мне, на меня так посмотрел, я ему высказал там, что я считал нужным, в таких порывах, эмоциях. Он на меня посмотрел, и он мне говорит, знаешь, что, дорогой? Бери свои сумочки, и езжай домой. Чем однажды, когда мы с тобой пойдем, ты развернешься и уйдешь. Лучше бери и едь сразу. И развернулся, и ушел. Я зашел в комнату, вы знаете, я сел, меня как, и я прям настолько в этот момент начал слышать слова, которые мне говорили, ты оставил работу, я бросил работу, у меня отличная работа была, у меня трехкомнатная квартира была, я все это бросил, правда. я зарабатывал деньги, где я мог себе позволить уже одеться, сделать себе хороший ремонт. Я все это бросил, в один день я просто встал, поехал на школу у Христа и больше не вернулся. И мне дьявол пришел в этот момент, он говорит, зачем оно тебе надо? Ты ради чего-то все это бросил, посмотри, как ты живешь, собирайся и уезжай отсюда. И мне так эти мысли давили, но я сел, вы знаете, я благодарю Господа. Я сел, я сказал, Господь, помилуй меня. Я однажды пошел, не для того, чтобы вернуться назад. Боже, дай мне силы и благодати, Господь. Но я так как взмолился, я рыдал там, стоял. Это была такая агония внутри меня. И вы знаете, я так только помолился, пришел в мир Божий, и звонит буквально сразу директор миссии, проходит там пару часов, и он звонит, говорит, Степ, прости, я погорячился. Я говорю, а пусть Бог благословит, все нормально, у меня уже все нормально. Вы знаете, я думаю, вот самое главное, чтобы люди могли на нас положиться, чтобы мы однажды будем в таком положении, а потом Бог будет нам доверять большее. Поэтому дисциплина, она и приводит нас в это положение, дисциплинирующий. Ад, он потребует тебя назад. Ад будет требовать, чтобы ты вернулся. Если ты не сможешь устоять, если ты не будешь твердым, то ты окажешься там. И будучи воинами Иисуса Христа, мы не всегда будем жить в самых лучших местах, мы не всегда будем кушать самую лучшую пищу. Я видел в своей жизни, я прожил почти 90 лет, и я увидел, как христианство из того, которое платило серьезную цену, оно превратилось в такую роскошную какую-то жизнь. Но когда вы придете на небо, вы увидите, что 90% этой невесты Христа, они не имели даже воды в своих домах, не говоря уже об автомобилях и роскоши. А сегодня христиане имеют миллионы, но заработки, дома, еще что мы делаем. У них даже не было обеспечения. Вы знаете, на войне не всегда есть обеспечение вовремя. Они не устраивают себе там вечеринки, праздники, рестораны, но там они воюют, они сражаются. И должен быть огонь, должно быть сражение, чтобы сделать настоящего воина. Иосиф провел 15 лет в тюрьме, 14. И он готовил себе сосуд. Он созидал себе воина. И знаете, что об Иосифе сказано? Железо прошло его душу. Вы непременно столкнетесь с врагом. И когда подобное произойдет, вы столкнетесь с ним лицом к лицу. Вы знаете, когда я попал в армию, меня забрали на войну после учебного этого лагеря. Там в учебном лагере они мне сказали, кто-то из вас может попасть в плен. И когда враг тебя возьмет в плен, и когда он тебя будет допрашивать, ты должен ему, что бы он тебе не задавал, какие бы вопросы, говори ему имя, должность и серийный номер. И всякий раз, когда дьявол будет атаковать вас, говорите ему Слово Божие. Будьте наполненными Словом Божиим. Говорите ему Слово Божие. Не объясняйтесь перед ним, не идите с ним на диалог, а говорите ему Слово Божие, так как оно есть, написано, написано, написано. И прежде как вы как воин можете ожидать это участие в величайшей победе, которую мир, этот мир не знал. Они говорят сегодня, что молодежь в церкви нужно удерживать развлечениями. Не надо не удерживать никакими развлечениями. Наполняйте их карманы трактатами, выводите их на улицу туда, и пусть там проповедуют Евангелие, и там они столкнутся с этим дьяволом лицом к лицу. Вот там начнет железо проходить их душу, и будет формировать их настоящими воинами. Был такой Гарибальдий, когда он однажды проезжал через Италию, он проходил через один город, это революционер, и он нашел там молодых людей в 2 часа ночи, которые блуждали. А он говорит, следуйте за мной. Они говорят, а что нам с этого? Он говорит, голодные желудки, разбитые ноги, холодные ночи, но вы можете стать участниками величайшей победы Италии. И они встали и пошли за этим человеком. И после того, когда я воевал, 3 года я был на войне, и вдруг мне сказали, сообщили, что спустя 3 лет я могу вернуться домой. И нас погрузили на большой корабль, который перевозил скот. И в течение 28 дней мы увиливались от подводных лодок. Мы не видели ничего, кроме океана. Я 3 года был на войне. Но в одно утро я взошел на верхнюю палубу, и я увидел через 28 дней полоску берега. Я говорю, что это? Они говорят, Калифорния. О, я кричал, аллилуйя. Я снова вернулся, возвращался домой. Я думал, что я больше никогда не увижу эту землю. И когда этот старый корабль, он подошел к пристани, я на тот момент возглавлял морских пехотинцев, возвращаясь домой. И мы были самые первые, которые должны были сходить с этого корабля. И когда мы сходили, вы знаете, по этому трапу вниз, там по улицам был большой военный оркестр. Там были много людей, которые встречали нас святами. Они пели песни от пещер до горы Изюма, до берегов Триполи. Мы сражались за свою страну, и мы отвоюем нашу страну. И на суше, и на море. Они пели эти песни нам. Они играли. И этот оркестр играл. И мы шли через эту толпу по этой улице. Сотни, тысячи людей, они стояли и приветствовали нас. Симпатичные девочки. И они просили дать им авторов. Я честно скажу, я бы еще раз отправился туда на три года, чтобы пережить вот это величество, величие. Но 60 лет тому назад я взобрался однажды на этот великий корабль под названием «Сион». Этот корабль проходил через страшные воды, через ужасные места. Подобно как на войне, мы переживали разные переживания. Были дыры, паруса были обгорелы. Были времена, когда все, я думал, мы пропадем, мы даже не выживем в своей вере. Были времена, когда было настолько тяжело, что я даже не знал, чем я буду кормить свою семью и своих детей. Подобно как там на войне, я переживал духовное также состояние в своей вере. Были времена, что я даже не уверен был, как мне двигаться дальше. Были разные времена. Но вот недавно, на молитвенном собрании, я молился, я исполнился Духом Святым. И подобно как там, на той палубе, возвращаясь домой, я увидел в небе эту полоску, этого берега небес. И я скажу вам, что мы уже очень близко к небесам. Еще немного, совсем немного. И этот корабль, он бросит якорь в гавани Божьей. И когда мы сойдем с этого старого корабля, будет тысячи миллионов ангелов и хор Давидов, прославляющих и встречающих нас. И это будет совершенно оправданно и покроет все те трудности, когда мы в небе встретимся со Христом. Мы с вами воины, но скоро мы будем дома, скоро мы придем домой. И да благословит нас в этом Господь. Аминь. Да, слава Господу. Пусть Бог благословит, чтобы каждому из нас дойти до конца. Аминь. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа. Мы как в аптеке, пастор. 8.29. Праведник везде успеет. Аминь. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя, благосови каждого из нас. Благосови, Господи, чтобы каждый из нас оказался верным Тебе и остался верным, пройдя до конца верным, пройдя свое поприще, Господи. Благосови нас в этом, Господи. Благосови, чтобы каждому из нас дойти до конца и прийти в Твой вечный обитель, который Ты приготовил нам в Сыне Твоем. Господи, благосови молодежь, благосови, чтобы каждое сердце, оно было способно заплатить ту должную цену, которую Ты назначаешь, Господь. Благосови, чтобы наши сердца были открыты не то, что мы хотим, но чтобы наши сердца были открыты к тому, что Ты желаешь, то, к чему Ты нас призываешь, Господь. Дай нам в этом особенное чувствование в наших сердцах и дай нам силы благодати покориться воле Твоей святой, благой, угодной и совершенной. Пусть это все исполнится во всей полноте. Соверши это силой, действующей в нас, намного больше всего, чего мы просили, всего, о чем мы размышляли на этом месте, во имя Иисуса Христа. И добую Тебе за все слава наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Братья и сестры, мы правда очень сильно благодарны вам за это время, что вы позволили нам послужить и побыть на этом месте. Если Бог нам позволит, если вы хотите, мы с удовольствием. Мы с вами пришли, наверное, всего лишь 15 уроков, их тут 155. У нас есть еще чем поделиться для назидания, побыть вместе. Если вы хотите, у вас будет такая возможность, мы с удовольствием открыты приехать послужить. Бог влагает наше сердце, мы занимаемся этой школой на территории Украины, на территории Средней Азии, частично на севере. В России сейчас один из нашей команды пастор, он ездит, служит в Европе. Но каким-то образом мы видим, что Бог открывает двери для церкви в Америке. Мы со своей стороны открыты, люди не знают, что это за материал. Но я думаю, то, что вы слышали на этом месте, без преувеличения. Бог свидетель. Мы искренним сердцем служим и верим, что Бог дал нам этот дар, чтобы мы послужили в это последнее время в теле Христовом для созидания. Мы получили такое слово, как Иоанн, он говорит, «Я глаз вопиющего пустыни, чтобы приготовить путь Господу». И мы верим, что Бог Духом Святым, проводя эту школу, мы видим, что Бог Духом Святым готовит сердца народа своего для пришествия Христа. И вы сами слышали, что можете сказать, не я, а вы можете сказать, что это слово, оно сегодня актуальное для церкви. Это очень важно. И мы видим, что Бог дает нам, открывает двери, хотя люди не совсем понимают, но когда мы проводим школу, люди сами говорят, мы в этом нуждаемся, мы хотим, чтобы оно имело свое выражение дальше. Пусть Бог благосовит. Если у вас будет такое, ну, на сердце, мы открыты, ну, послужить и дальше. Да благосовит нас всех, Господь. Спасибо вам большое за все. В это время мы еще раз встанем на ноги нашей и закончим наше служение. Может быть, кто желал бы поучаствовать финансово, мы вчера собирали, а если кто-то не успел, то вы можете прийти и написать, и дать деньги сюда, или чек написать, а мы уже тогда, мы в другой раз не будем собирать, но если у вас есть средства, которые вы желали бы сделать, то вы это можете сделать. А теперь закончим наше служение благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...